Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Узнаю, что куришь, головы тебе не сносить, говорит отец своему сыну. А через минуту сам затягивается сигаретой. Я курю с 13 лет, но своего сына учу так не делать. Ведь знакомая ситуация. Сегодня мы будем говорить о пассивном курении. Вредит ли оно нашим детям? И на наши вопросы сегодня отвечает Сергей Смирнов, представитель Российской общественной организации «Лига здоровья нации». Сергей уже не первый раз у нас в гостях в нашей студии. Я благодарю вас, Сергей, за то, что снова сегодня пришли к нам. Спасибо. Спасибо вам, Юль, что снова приглашаете. Я рад участвовать в этих программах. Действительно, мы с вами уже отсняли несколько программ, где более подробно говорили, наверное, о курении. Если нас сейчас смотрят те, кто видит в первый раз эту программу, то все эти программы можно увидеть, наверное, немножко позже. Плюс у меня есть страничка ВКонтакте, школьники меня уговорили зарегистрироваться. Я очень этому, знаете, обрадовался, потому что там могу давать больше информации, нежели иногда ограниченного времени. Плюс есть YouTube-канал, где тоже есть записи о предыдущей информации, которые могут увидеть наши телезрители. Ну и плюс наши программы, которые мы уже записали, вы всегда можете увидеть на нашем сайте. Итак, Сергей, мы сегодня будем говорить о том, вредит ли пассивное курение тем людям, которые находятся рядом с курильщиком. Вредит ли оно подросткам? Раз уж, ну, коль скоро, мы говорим именно о подростках на этих программах. Да, действительно, знаете, сегодня все больше здравомыслящих людей начинают поднимать темы также пассивного курения. Вообще, знаете, мне приятно жить в нашей стране, где, может быть, как тебе хочется, чтобы быстрее что-то было. Может быть, скорость не такая, как хотелось бы, но очень приятно жить в стране, где есть много здравомыслящих, умных людей, которые принимают правильные законы здравомыслящие, нацеленные на благо нашей страны, на благо нашего народа. Если говорить о пассивном курении, о котором тоже начали говорить, действительно, оно очень вредно. Что такое пассивное курение? Пассивное курение – это когда человек не сам затягивается сигареты, но вдыхает тот дым, который он получает от рядом курящего человека. Пассивное курение, оно очень вредно. Знаете, почему еще? 85% дыма для невооруженного глаза, оно невидимо, которое втягивает человек, который не курит. И очень много статистики, которая говорит о серьезности, о серьезном пагубном влиянии пассивного курения. К примеру, вот если нас смотрят сейчас женщины, жены, те женщины, которые находятся рядом со своими мужьями курящими, и когда мужья курят в их присутствии, статистика говорит, что они на 30% больше страдают от раковых заболеваний. Чем те, чьи мужья рядом не курят. Также 30% детей, которые болеют астмой, они болеют только по причине пассивного курения, что родители где-то курят в квартире, в машине пока везут в школу, куда-то отправляются на дачу. Дело в том, что, знаете, в пассивном курении, в том дыме, который сходит с кончика сигареты, в три раза больше ракообразующего бензопирена, канцерогена. И в 50 раз больше никотина. Курильщик, конечно, когда он курит и делает основное втягивание сигареты, он еще дышит и вот этим дымом. Но очень важно понимать для тех, кто не курит, но рядом, что это тоже вредно. Итак, получается, что когда мы, ну, если взрослый человек курит, да, он не привык уходить куда-то из квартиры, чтобы покурить, он не привык скрывать это от своих близких и от своих детей. Важно понимать, что, может быть, твой ребенок и не станет курильщиком, когда вырастет, но то, что он получает сейчас на выходе, да, вот когда ты куришь эту сигарету, это отрицательно влияет на его здоровье. Действительно, вы, Юля, правильно сказали, вот по статистическим данным тоже один человек, который курит в семье постоянно, его ребенок около 60% болезней получает только из-за пассивного курения. То есть иммунная система у ребенка более слабая, и он более подвержен простудным заболеваниям, не говоря уже по бронхолегочным заболеваниям. И такие дети чаще болеют. А если курят два, муж и жена, то здоровых детей в семье нет. То есть вы порекомендуете, ну, если уж и не бросать курить совсем, то курить хотя бы не в присутствии детей. Знаете, я порекомендую бросать курить. Каждому родителям, взрослому человеку сейчас обращение к тем, кто смотрит нашу передачу. Итак, уважаемые взрослые, бросайте курить. Ведь человек бросает курить в двух случаях. Первое, по собственному желанию. Второе, при диагнозе врача. Вопрос, зачем ждать второго, когда можно это сделать сейчас, пока еще не поздно. Но если по какой-то причине с сегодняшнего дня вы еще не бросили курить, а вам нужно подождать или диагноза, или несколько дней для психологической подготовки, а в следующей передаче мы расскажем как раз и дадим вспомогательные средства желающим бросить курить. И мы расскажем, как это сделать легко и безболезненно. Поэтому не пропустите на следующей программе. Вот, то с сегодняшнего дня, с сегодняшнего момента, когда вы услышали эту информацию, перестаньте курить дома, в присутствии ваших детей, в туалете, в машине, на лестничной площадке, выходите травить себя на улицу, как минимум. Ну, я думаю, что на улице, вот, когда бывает, что стоя на остановке, да, например, или даже вот сидя на городском пляже, ты видишь, ну, чаще всего мужчины, которые курят, и ему глубоко все равно, что рядом отдыхают семьи с детьми. Вот, буквально этим летом мы были с семьей на пляже, и рядом сидел мужчина, загорал. Он постоянно курил, постоянно курил. Вот мы там были полтора или два часа, он выкурил несколько сигарет. И, как бы, мы не думаем о других, о своих близких или дальних. Мы думаем только о себе, о своей потребности. Мы хотим удовлетворить ее вот в данную секунду. Здесь действительно нужен разум, нужна сила воли. Для того, чтобы понять, что не везде ты можешь закурить, нужно немножко думать о других. Ну, ладно. Как бы мораль тоже читать не хочется долго, а хочется перейти к более практическим вещам. Вот, допустим, существуют электронные сигареты. Некоторые говорят, что они совершенно безопасны, что в них нет никотина, и что это выход для тех, кто хочет курить, и для тех, кто бросает курить. Что вы на это скажете? Ту тему, Юль, которую вы сейчас подняли, тот вопрос, который вы задали, он очень важный. И он сейчас стоит во главе угла всех табакопроизводителей, почему табакопроизводители сегодня пытаются указать на электронные сигареты. Для того, чтобы ответить более полно на этот вопрос, нам нужно вернуться немного к истории. Дело в том, что когда в послевоенное время многие здравомыслящие люди опять начали кричать и говорить, что, друзья, сигареты вызывают сегодня рак легкого, мы убиваем себя. И произошла паника в рядах курильщиков, многие начали отказываться от сигарет, и табачные компании здесь пошли на хитрость. Они создали якобы безопасные сигареты, добавив в сигарете фильтр. Якобы, хорошо, сигареты вредные, но мы создали безопасные сигареты, они менее вредны. И вот знаете, что парадокс заключается в том, что когда появился у сигареты табачный фильтр, рост рака легкого вырос еще выше. А люди, знаете, они свою бдительность притупили. Они подумали, что это безопасные сигареты, и их можно курить. Начали курить больше, чаще, и рак легкого вырос. Почему же, понятно, вернее, а фильтр, он какую роль играет? Вы знаете, он, скорее, фильтр придуман только для самоуспокоения. Для самоуспокоения психологически. Человек продолжает получать ракообразующие вещества, и все химические соединения, о которых мы говорили на прошлой программе, они все проходят через фильтр. Фильтр не сдерживает их. Поэтому рак легкого не остановился, а наоборот только вырос. И вот эти ребята, которые, когда сейчас мы живем в стране, где люди начали бить в тревогу и говорят, что мы делаем, мы стали лидерами по табакокурению, мы вышли лидеры, нужно остановить это дело. Табакопроизводители, для того, чтобы не потерять свой доход, они пошли на хитрость. Они создали электронные сигареты. Якобы, что электронные сигареты, они менее опасны, и якобы это поможет человеку, Юль, как вы сказали, бросить курить. Для чего это сделано? Во-первых, табачные компании очень хотят, чтобы курильщик сделал несколько неудачных попыток бросить курить. Для чего? Если курильщик делает несколько неудачных попыток, он разочаровывается и остается в положении курильщика, не предпринимая новых попыток. Поэтому многие табакопроизводители дают ложные альтернативы. Никотиновый пластырь, никотиновые жвачки, никотиновые таблетки. Никотин – это наркотик. Человек, если начинает употреблять какие-то продукты, он продолжает быть никотиновым наркоманом. Никотин поступает в кровь как наркотик. Только не через затяжку, а через пластырь или через всасывание в желудке. Но человек продолжает оставаться в никотиновой зависимости. И, как правило, такие люди, через какое-то время, попав в сложную какую-то ситуацию, или просто уже захотелось, он срывается и начинает курить. И когда к такому человеку подходишь и говоришь, не кури, он говорит, ой, не ваше, как вы сказали, не ваше дело, не ваше дело, и остаётся курильщиком. Поэтому это ложная альтернатива и обман. А вот вы говорили про сигареты с фильтром. Так. А электронные сигареты – это ведь другое? Электронные сигареты, ну, немножко, но другое. Но суть одна и та же. В электронных сигаретах также содержатся ракообразующие вещества, также в электронных сигаретах содержится никотин. Хотя многие табака, вот эти, кто продаёт электронные сигареты, их главный козырь какой? Нет никотина. Только всё полезное. Может быть, там его мало? Вы знаете, дело в том, что он очень, первое, он очень там зауалирован. И многие табачные компании платят штрафы. Платят штрафы, вот, и мало кто на них подаёт в суд. Но дело в том, что вот я привожу простой пример. К примеру, человек курит, он является никотиновым наркоманом, рабом. Он бросает курить, как у любого наркомана, у него возникает ломка. Его начинает ломать. Я говорю, смотрите, вы перестали курить, начали курить электронные сигареты, якобы с никотином ноль. У вас нет ломки, и вас не ломает. Вопрос, почему? Потому что вы продолжаете получать никотин, который просто спрятан и зауалирован. Поэтому это всё, знаете, кальяны, плюс дым проникает с паром. Он проходит ещё глубже и поражает те участки, которые обычный дым даже поразить не может. А кальян, он тоже содержит эти же вредные химические вещества? Абсолютно верно. Кальян содержит вредные химические вещества, синтетические вещества. Если где-то даже добавляют и натуральные продукты, всё равно там есть ракообразующие канцерогены. И плюс ещё такой психологический фактор. Человек получает удовольствие через всасывание дыма. То есть это не ослабляет его желание курить, а наоборот усиливает. Если бы сегодня электронные сигареты, вы же понимаете, что если бы они сегодня помогали, то сегодня люди бы были не курящие, все бы бросили. Но мы видим, что это только растёт, растёт и растёт. Ну вот я, конечно, обыватель, не разбираюсь в этом, но, по крайней мере, когда вот на улице рядом, допустим, переходишь дорогу, стоишь на светофоре, рядом останавливается человек с электронной сигаретой. Ты видишь дым, но ты не чувствуешь запах, как если бы это был человек с обычной сигаретой. Это говорит о том, что она менее безопасна. Запаха неприятного вот этого ты не чувствуешь. Это говорит о том, что на выходе, то есть как бы добавлены специальные ароматизаторы, специальные какие-то вкусовые такие добавки, чтобы перебить вот этот запах. То есть всё на это и нацелено. Чтобы люди притупили бдительность, чтобы они поняли, и чтобы это привлечь ещё молодёжь. Знаете, когда сегодня вот эти пароиспарители, они ещё выглядят красиво, там какие-то у них фонарики, лампочки, всё мигает. Это так здорово. И молодёжь, то есть как бы привлечена вот этим вот каким-то... А ещё, знаете, такая ложь. Не ложь, она привлечения внимания. Многие начинают готовить себе сами смеси. Целые повара ходят в магазин, покупают себе ингредиенты. Вот что-то составляют. Подходишь, он говорит, я сам себе составляю, у меня никотина ноль. Я себе по вкусу, это целая кулинария. Такой шеф-повар, знаете, для себя что-то приготовил, потом курит. Якобы продукт, который он сам произвёл, вот поучаствовал, он больше это ценит. Табачные производители не глупые люди. Они всё продумали. Вот поэтому это сегодня набирает обороты, к сожалению. Да, это действительно вот гениальная реклама, когда ты предлагаешь всё новое и новое. Это нечто новое, чего никогда не было. И нечто лучшее, да, как бы, ну, как утверждается, нечто новое и нечто лучшее. А на самом деле, в общем-то, вред он остаётся, и зависимость, она тоже остаётся. Да, поэтому, знаете, вот, наверное, хочется сделать заключение такое в передаче, поделиться, наверное, собственным опытом. Дорогие взрослые, дорогие те, кто нас сейчас смотрят, если вы курите, вам нужно перестать курить. Вот, если вы подвергаетесь пассивному курению, а ваш супруг или ваш близкий человек не видит сейчас этой передачи или не посмотрел, вам нужно серьёзно тоже с ним поговорить и сказать, чтобы вас прекратили травить. Кстати, я хочу и поделиться собственным опытом. Мой папа курил 50 лет. 50 лет, когда я узнал о том, что курение вредно, я начал ему говорить, папа, не кури. Но он меня не слушал, не слушал и игнорировал. Когда я узнал, что пассивное курение вредно для меня, я к нему подходил и сказал, папа, курить или не курить, это твой выбор. Но курить в присутствии нашем, это для нас, он курил в туалете. Я говорю, папа, пожалуйста, не кури, ведь я, мама, моя сестра, мы подвергаемся пассивному курению, это вредно ещё для нас. Он меня не слушал, я его недели две уговаривал. Ну, то есть, наверное, мои логические слова, то есть, его коснулись, и он действительно начал одеваться, нехотя, выходить из дома для того, чтобы курить. И вот я не помню, через какое время, через полгода или через год он бросил курить. Возможно, это тоже сегодня станет, знаете, первой ступенькой, когда вы попросите близкого человека, чтобы он не курил рядом, и это приведёт к тому, что он бросит курить. И когда рядом тоже со мной на улице кто-то курит, вот, я всегда подхожу, всегда подхожу, но начинаю не с того, что перестанете курить, это вредно. Я всегда, знаете, я хочу пожелать вам хорошего дня, знаете, я хочу поздравить вас с прошедшими праздниками. Вы знаете, и хочется попросить вас, вот, не курить в присутствии, потому что это вредно не только для нас, вообще-то это вредно ещё и для вас. Я стараюсь с собой в машине или в куртке, в кармане носить буклетики, вот, у меня есть 21 секрет, как бросить курить, практическая рекомендация. Я всегда рекомендую, я говорю, у меня для вас подарок, или стоит парень, я подбегаю или подхожу, вот, я говорю, у меня для вас есть подарок, какой? Я говорю, 21 секрет, как бросить курить. Он такой смотрит, я говорю, вы ведь хотели бросить курить? Практически 99% все говорят, да, хотели. Я говорю, ну, так вот, время пришло, вам подарок, и в конце, я говорю, знаете, а я уверен, у вас получится бросить курить. И все. То есть позитивно подошел, дал помощь, позитивно отошел. Это будет полезнее некой такой семинар, как это называется, нотации какие-то, да, вот такие вот, какие-то не кури, это вредно, они все это знают. Хорошо. Время нашей программы подходит к концу. В следующей программе мы уже будем говорить предметно о том, с чего же начать, чтобы бросить курить. И особенно для... Эта информация будет ценная для родителей, подростков, которые курят. Потому что мы говорим в первую очередь сегодня о подростках, людях, которые более подвержены вот разным вредным привычкам. И как мы уже узнали, те, кто начинают курить рано, они курят долго, им тяжелее бросить. Итак, не пропустите следующую программу. Вам спасибо, Сергей. Спасибо, Юля. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу. Принято считать. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!